Если распределить диких хищников по рейтингу опасности, то для забайкальцев на первом месте будет медведь, затем волк и лисица. Последние, как правило, нападают на людей, если заражены бешенством. Согласно данных государственного мониторинга охотничьих ресурсов на территории Забайкальского края, у нас обитает более 3000 волков, также 3000 медведей где-то и 8000 лисиц, из которых ежегодно добывается около десятка медведей, но и более 2000 волков и лисиц. По словам специалистов, из-за неврожая в тайге грибов и ягод шатуны могут создать массу проблем, как это было в 2010-м. Тогда охотникам пришлось убить более 20 медведей. Известен случай, когда в 2013-м косолапый напал на жителя Красночайкойского района. Несмотря на то, что у мужчины в руках было ружье, он не смог противостоять зверю. В итоге забайкальец получил тяжелейшие травмы. Спустя несколько месяцев у села Семиозерия в том же районе охотнику пришлось застрелить медведя, который напал на него во время охоты. Госохотслужба обращается ко всем гражданам, что если вам встретятся шатуны, не провоцируйте их к агрессии, лучше оставайтесь в своем автомобиле, ну и в первую очередь сообщите охотоведу или в полицию. По всем фактам вынужденного отстрела, госохотслужбы будут проводиться проверки. Штраф за незаконное убийство медведя составляет от 90 до 210 тысяч рублей. Предусмотрена и уголовная ответственность. Отметим, что лидерами по нападению медведя на людей являются Томская область, Красноярские и Камчатские края.